Я пришел к Атуфе, к мастер-классу кофе, чтобы... Поговорим о условиях хранения кофе, как в зеленом, так и в черном виде. Говорим о меню. Какое меню мы готовим, какие напитки в мире еще раз решено, территориально. Такой вот интересный сегодня будет интенсивчик. Все видели, я думаю, на молочке рисунки. Сегодня покажем секрет проявления там. Стараемся поудобнее и давайте начнем наш рассказ. Если у нас в кофемашине настроено правильно, и кофе свежий и в качестве хранжанин, то у всех все получится. Классная латинка – это эспресс. Все знакомы с этим. Это первичный экстракт в кофе. Разница здесь в том, что с капучино мы имеем более плотную пену, с латом мы имеем более молочную фактуру. То есть пенки там совсем чуть-чуть, и кофе смешивается с молоком посредством вливания кофе в молоко. Если мы вливаем кофе в молоко, то наш кофе при правильном приготовлении они вымирают где-то посередине в чашке. Ниже у нас просто молоко, вверх у нас молоко с пеной, а посередине у нас молоко с эспрессом. В прозрачной посуде, если видели, в кофе они делают, получают слоя. То есть капучино и латы, они состоят из одних и тех же ингредиентов. Просто немножко разница в консистенции молока. Мы берем для дымашнего использования, ну это обычно ультрапастеризованное молоко, потому что оно себя ведет при вспенивании. Более равномерная пена с него. И содержание белка должно быть поближе к трем. Идем под моим руководством. Для этого у нас кофемолка. Вот, собственно, мы смололи наш кофе. Теперь нам надо придать ему твердую форму, плотность. Это называется темпировка. Есть специальный прибор такой, темпер. Мы его прислоняем ровно по уровню. Ну, грубо говоря, когда рука набита, уже понимаешь, о чем речь. Для начала тебе важно, возьми руку его и создай давление, чтобы ты эту таблетку утрамбовал. Я тебе не доверил этот процесс, но расскажу. Это называется стиммер. Через него из кофемашины выходит пар под высоким давлением. Достаточно опасная процедура. Это уже надо умыть. Для того, чтобы мы молочко наше увеличили в объеме. Увеличили в объеме и дали ему пенную структуру. У меня вопрос. Когда нужно остановиться пар подавать? Я вот дам такой совет. Если вот таким путем, то просто пока руке горячей не станет. Не какое-то волшебство. Сердечко, базовый рисунок. Льем в одно место и подсекаем. sense. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин